Остров Сокровищ Остров Сокровищ Ну что, друзья, всем добрый вечер. В эфире программа Остров Сокровищ. Меня зовут Александр Юрченко. У меня сегодня в гостях человек, который по-настоящему играет классную музыку, поднимает настроение. У меня сегодня мой старый друг, коллега и просто прекрасная, красивая девушка. У меня в гостях диджей Крис Крёс. Крисина, добрый вечер. Друзья, здравствуйте. Здравствуй, Александр. По поводу старого друга. Слушай, ну действительно, я в диджейке настолько давно, и у меня же был длиннющий перерыв практически в 10 лет. И я вот иногда, знаешь, так рассуждаю, почему я ушла из-за диджейки. И вот этот вопрос, который мы с тобой поднимали, я просто не смогла играть в коммерцию. Ну, знаешь, вот опять мы к этому возвращаемся. Мне кажется, такой камень преткновения для многих диджей. Да, я действительно не смогла играть в коммерцию, и я ушла. И ушла я в йогу на 10 лет. И знаешь, что самое интересное? Я именно в йоге нашла вот этих своих неалкогольных, очень просвещенных, очень взрослых слушателей. Я 10 лет экспериментировала в музыке. Я реально, ребята не понимали, что происходит на тренировках, но я им постоянно, знаешь, ставила качественную клубную музыку в стиле прогрессив хаос, органика хаос, какой-нибудь там афро интересный, такое очень много шаманских вещей было. И просто смотрела, как люди на все это реагируют. 10 лет я их изучала. И знаешь, это как вот есть такая интересная штука, в природе называется мурмурация, да? Когда играл какой-нибудь потрясающий трек, я видела, как люди замирали, потом они начинали улыбаться, и потом они уходили, ну, я так называла, что это была не совсем йога, это были такие вечеринки, они уходили и говорили, я не знаю, почему, но мне было так кайфово. Вот этим я 10 лет занималась, представляешь? Слушай, ну а перед этим ты играла на ребят, которые употребляли алкоголь, давай скажем. Ты ведь покаталась и по Турции, и по Египтам, тебя поносило там... Слушай, на самом деле меня поносило настолько серьезно, что я, наверное, полземного шара объездила. У меня же были и турные, у меня были очень большие площадки, да, действительно, ну, много-много там Азии, много стран различных, в Европу тоже добралось. Поэтому, наверное, да, наверное, это были больше алкогольные такие вечеринки, там, электрохаус, вот это все, да, вот, раскардаш людям нужен был. Когда мы с тобой первый раз познакомились, вы пришли ко мне с твоей подругой, с Натальей, я не знаю, как ее никнейм был, да, она сейчас занимается музыкой или нет? Так, вот вы приходили как дурец ко мне и еще что-то сессии... Да, она занимается по-прежнему все вот это время, да, она играет по контрактам, я так понимаю, что коммерцию я за ней не слежу. Но вы расстались, вы расстались по каким причинам? Можно узнать или не будем поднимать старые программы? Ну, опять, видишь, я поняла, что я не хочу дальше развиваться в клубной сфере именно вот с этим форматом музыкальным. И я вот сейчас очень рада, что немножко времена поменялись, да, что сейчас люди начали воспринимать эту органику этно, более такие спокойные ритмы, людям чилы начало нравиться. И поэтому я решила вернуться в диджейку. То есть мне вот этот раскардаш и раздрай не нужен был. Ну, опять вот этот, знаешь, вот этот алкогольный вещь, который происходит. А в йогу почему ты ушла? Ты начала искать себя, потому что в йогу почему ты ушла? Ты начала искать себя, ты устала от этих движений клубных? Ведь йога, ну что, это такое расслабление, ты сел так и кайфушь, я тебя понимаю. Хочешь, я тебе честно расскажу, смотри, на самом деле я же была не просто диджейм, я была диджейм-танцором, да? А это что предполагает? Это предполагает определенную сексуальность. То есть, когда ты приходишь как отдыхающий, это одно, другое дело, когда ты приходишь как артист. Все вокруг на тебя смотрят, все тебя воспринимают просто как тело, да? Тебя не видят как душу, например. Но это такие банальные вещи, про которые я рассказала, и ты потом в определенный момент просто выгораешь и устаешь. Ты хочешь сказать, ты ушла в йогу, чтобы показать душу людям? Ты хочешь сказать, ты ушла в йогу, чтобы им показать душу? Но от того, что ты ушла в йогу, сексуальность тебе не пропала. Конечно, не пропала. Но так или иначе, я поменяла, видишь, немножечко сферу, я поменяла общество на более женское. То есть, я немножечко свой музыкальный характер, музыкальный вкус воспитала. Все-таки, чтобы ты не говорила, но вот этих 10 лет йоги, они очень сильно сформировали меня как личность. Именно с музыкальной точки зрения, вот согласись. А скажи мне, может быть, ты устала от мужчин? Вайбы, мантры Ом поются, но совершенно другая музыка будет. Кристина, извини, что я тебя перебиваю. Может быть, ты просто устала от мужчин? Ты говоришь, я ушла больше к девочкам в йогу. Может, ты устала от мужчин? Ты покатала сколько там, 10 лет? И я представляю, сколько мужчин приставало к тебе и, наверное, попросила. Давайте выпьем после дискотеки, как, знаешь, многие. Ведь у нас такая культура. Или на Западе там, я же знаю, что турки очень такие, знаешь, они горячие все. Люди начинают дергать наших девчонок, русских диджеев. Для них русские девушки, они не понимают, что не все спят за деньги. Не все, друзья. Ой, ой, слушай, если я сейчас начну рассказывать истории про творческую, про танцевальную, диджейскую сферу, мне кажется, мы с тобой просто зависим на 3 часа. На самом деле, действительно, в этой сфере нужно иметь очень серьезный, строгий характер. Ни в коем случае не соглашаться ни на вот это, ни на выпить, ни на что-то более конкретное, потому что, ну, может произойти все, что угодно. Я видела много всяких интересных вещей. И как продюсеры пристают, там намекают тебе, что давай, я у тебя дома останусь. Ну, много всего такого происходит. Это происходит в основном, я знаю, что в Турции. Девочки, поэтому приезжайте на родину, хватит уже кататься, и надо зарабатывать деньги дома, здесь у себя в России. Ну, понятно, и в России хватает продюсеров, которые хотят, чтобы ты осталась дома тому кому. Но, друзья, все равно безопасно. Слушай, я согласна, нужно людей своих просвещать, потому что, покатавшись по миру, я понимаю, что наша культура, она близка нам, потому что мы в этой культуре родились, воспитались. Нам даже ритмы вот наших песен, они гораздо более ближе. Скажи мне, ты патриот своей страны? Скажи, ты любишь Беларусь, Россию? Я патриот славянского мира, вот просто до мозга костей, я очень люблю славян. Ведь прекрасные люди. Вот скажи, душа какая, какие девушки у нас красивые? Ну, вот нет таких красивых девчонок, как у нас на просто советском пространстве. Шикарные, посмотри, все вот, если взять этносы, ну, прекрасные, какие красивые люди. А какой красивый язык у нас? Посмотри, мы с тобой разговариваем, в каком языке? Да, мы не картавим, мы с тобой не как разговариваем. Немцы, ведь вот немцы, послушай, двух немцев, как они разговаривают, можешь с ума сойти, крыша съедет. Вот правда, или турки, как они общаются. Друзья, я за то, чтобы вот эта наша программа, я почему назвал ее «Остров сокровищ», да? Ведь наш мир, наша страна, это как остров. И вот сокровища – это люди, это самое главное. Ведь не ресурсы, а люди. Ведь мы те, кто делают шоу-бизнес, те, кто делают музыку. Вот ты 10 лет в йоге, скольким людям ты помогла? Давай скажем об этом. Огромное количество. Кстати, я хочу тебя еще раз процитировать, действительно. Катаясь и общаясь с огромным количеством людей в своей жизни, да, ну, через меня огромное количество народностей прошло. Я понимала, что мне не хватает просто общения. Сесть с человеком, который понимает мой язык, мою глубину, мою культуру, сидеть и просто общаться. И в этом есть определенная ценность, когда ты живешь, ну, вот, среди славян. Друзья, больше общайтесь, как мы сегодня с тобой, вот, мы смотри, как наши 7 минут пролетели. Причем мы до этого, друзья, до эфира общались 10. И смеялись, и веселились, и говорили про то, что сейчас происходит. Мы говорили про ребят, которые приходили к нам в феврале месяце того года, да. Да, но сейчас, скажи мне, я знаю, что у вас очень строго нетрадиционная ориентация в Беларуси. Мы подвели к этому. То есть ты все-таки хочешь поднять эту тему? Я, кстати, хочу поблагодарить нашего президента Владимира Владимировича Путина за то, что ввел, вот, потихонечку, но он ввел уголовную ответственность за то, что за пропаганду этого, скажи мне, ну, ты поняла, о чем я говорю сейчас. Слушай, я вот, честно, против пропаганды, но я приемлю, что у человека действительно может быть какие-то там свои внутренние понимания, но я против пропаганды. Дома, спокойно. Вот скажи, хорошо, два гея воспитывают ребенка, мальчика. Вот я смотрел американский ТикТок, и, ну, это было давно, и вот два мальчика, гея, там, два мужчины, мальчика воспитывают, кем он вырастет. Ну, ты же сама прекрасно понимаешь, что он вырастет геем, да. Да, друзья, я ничего не имею против людей нетрадиционной ориентации. Но он также вырастет в этой тусовке, вырастет и найдет себе, там, кто? Ганс найдет себе Питера. Это в лучшем случае. Да, ну, друзья, я все-таки, я за. Так, у нас были какие-то вопросы, друзья, это не сумасшедшие гвозди, это остров соглашения. Скажи мне, пожалуйста, мой... Может, в сумасшедшие гвозди в раздел перейдем и более подробно раскроем очень много тем. Мне кажется, людям будет интересно вообще послушать про творчество, про диджейку, про вот это закулисье творческого мира. Слушай, ну, закулисье я тебе хочу сказать. Я знаю, что в Турции и много ребят, и парней, и девчонок очень жалуются на то, что и предстают продюсеры, и говорят... Александр, Турция еще не самый плохой вариант. Я скажу, в Китае можно попасть по-настоящему в рабство. Потому что у них совершенно другое отношение к людям. Они считают, что если человек приехал на работу, человека можно 24 часа просто в сутки эксплуатировать. У них совершенно другая культура. 24 часа. Давай скажем так, что они там в Китае, они сами работают 24 часа без остановки. Понимаешь, все маленькие жильчаны. Так я тебе про это и рассказываю, что у нас очень большая разница культур. И когда ты приезжаешь со своими пониманиями в другую страну, ты с этим все равно так или иначе столкнешься. Когда у меня друзья уезжают в Китай, и мне говорят, что, слушай, там так классно. Я говорю, послушайте, там люди спят в спичечных коробках. Я вот честно говорю, выезжая сюда на просторы Черного моря, смотрю утром на море, пью кофе, и вокруг меня вот туда 500 метров, и сюда километров 15 нет ни одного человека, только бакланы и голуби. Друзья, и я счастлив в этого, поверьте мне. Александр, половина земного шара тебе позавидует. Я тебе серьезно говорю, потому что у тебя есть кофе, море и бакланы. Да, а ты понимаешь, когда есть еще рядом люди хорошие, когда тебя окружают хорошие люди, которые общаются на твоем русском языке. Кристина, скажи мне, может, какие-то пожелания будут тем, кто нас слушает сегодня? Мы с тобой прям все темы хотели затронуть. 11 минут в эфире, но я понимаю, что наша программа может еще идти час. Какие-то, может быть, будут пожелания или приглашения на свой концерт, выступления? Я знаю, ты сейчас проводишь какие-то вечеринки в Беларуси, очень часто. Какие-то закрытые вечера. Ну, очень много всего. Можно на мой телеграм-канал подписаться. Там действительно я делюсь той музыкой, которая меня цепляет. От себя я хочу добавить, что, друзья, пожалуйста, расширяйте свои музыкальные предпочтения, потому что любая новая музыка – это ваш опыт новый, который, опять-таки, вашу нейронку, ваш головной мозг будет отстраивать. То есть стремитесь к прекрасному, развивайте себя. Супер. У нас сегодня в гостях была диджей Крис Крис. Кристина, большое тебе спасибо. Я думаю, что мы в ближайшее время услышимся. И, друзья, слушаем радиопляж 24 на 7. У нас сейчас очень много самых разных стилей на сайте. Даже есть музыка радио для секса. Я еще раз напомню о том, что если вы хотите послушать классную музыку, пожалуйста, вы заходите. А также подписывайтесь на канал диджея, который был у нас сегодня в гостях. У нас была Кристина, диджей Крис Крест. Друзья, это был «Остров сокровищ» и ведущий Юрченко Александр. Мы услышимся 10 мая на волнах теплого радио. Я говорю всем до 10. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok И то, что было между нами, теперь спрятано во тьме. Я кричу тебя, прости меня, но тишина в ответ. Если можно было бы все отмотать и не болеть, Я бы заново тобой заболел, чтобы умереть. Мрачный квартал на фоне рэпчик про любовь. Горит огнем район. Бесконечный марафон. Район кричал, остановись, тебе с ней не по пути. Я в ответ ему кричал, ну попробуй запрети. Район кричал, остановись, она тебе не по зубам. Но я сказал, она будет моей. И я ответил за базар. Мой мир ушелся из-за нее у всех на глазах. Рушился. И я не хотел его спасать. На кухне разговор на повышенных тонах. И, наверное, ты права, дело тебе больно. Мой главный талант. И я с тобой прощаюсь. Это песенка света. Я же тебя останусь болью на рассвете. Это песня твоя бессонница. То, что забыто, навсегда сегодня вспомнится. И до утра ты не успокоишься. А на рассвете уснешь не с тем. Где ты теперь и с кем? Где ты теперь и с кем? Счастлива с ним. Вспоминаешь наш освет. Где ты теперь и с кем? Где ты теперь и с кем? Видишь меня во сне. Но это на себе. С тобою или без? Я все равно дотянусь до небес. Я не герой из песен. Знаю, сколько стоит этот блеск. Разговоры по душам. Черт, это все. Видимо, любовь ушла. А срок истек. Ты дома плачешь одна. Снова на гастролях. Что снова катастрофа. Хочешь, напиши письмо. Пропадаю и игнорю, что ж хаим ссори. Знаю, хочешь знать, какие я радостны лишь в этих сторис. Как жаль, но как же круто вспоминать тебя ежеминутно в нашей пустой квартире. В пожаре тебе будет трудно вернуть то, что было главным в нашем идеальном мире. На патриках веселья к черту эту суету. Я наболтаю этот трек и им заполню пустоту. И ты услышишь в этих строках голос мой. И эта песня тебе письмо. Эта песня твоя бессонница. То, что забыто навсегда, сегодня вспомнится. И до утра ты не успокоишься. А на рассвете уснешь не степь. Где ты теперь из кем? Где ты теперь из кем? Счастлива с ним, но вспоминаешь наш рассвет. Где ты теперь из кем? Где ты теперь из кем? Видишь меня во сне, но это наш секрет. Что кроме любви творит большие чудеса? Исцелять в дребезги разбитые сердца. До тебя не верил сам. Я обращаюсь к небесам. Я молился за тебя, а после снова о тебе писал. Если спросят про боль мою, и в чем причина? Я не задумываясь, назову им твое имя. Я в четырех стенах, тишина пустой квартиры. Мы лишнего наговорили, твой моя. Крой безвольных, истерикой невольная. Вдохновляюсь не тем, и позже боль моя. Будет услышана всеми, услышана всеми. Но только не тобой. Да я странный тип, не надо совсем немного. За твое счастье по ночам я обращался к Богу. Ты не зная, как любить, собрала свободу. Только самое следующее и новое музыка. Субтитры сделал DimaTorzok